друзья привет пока здесь круг и владимир сама работ шоу супер погода но мы сегодня будем обозревать лодку real craft 600 кабина каюта посмотрим все изнутри что чего один минус не можем прокатиться потому что мотор не обкатан и в принципе владелец запретил резко газовать может быть там за день может быть завтра не за если получится то ставить кусочком видео какую скорость он будет развивать но я думаю что в интернете найдется информация именно данного комплекта real craft 600 и suzuki 175 что он по скорости идет 6 метров этот размер которое как мне кажется лично мне кажется в 2021 году стал востребован у большинства в одномоторник real craft выпустил эту лодку в 2020 году на год раньше чем практически все конкуренты еще на выставке охота рыболовства я увидел именно эту лодку не цепанул что хочу отметить во первых здесь примерно метр от задней перегородки до самой по себе кабины есть два больших рундука маркировка real craft здесь стоит два аккумулятора сервисные и стартовый насколько понимаю размыкатель массы аккуратно все проложено у ребята готовили в компании волжский ветер готовили клиенту эту лодку правом борту сделаны ниша опять же как раз использование да то есть это вода какие-то швартовые канаты возможно здесь стоит фильтр сепаратор в рецессе прицесс сам отливной понятно заправка топливного бака подводка всяк двигателю гидравлическую руле управления миллион четыре сяда пример то есть врешь а миллион двести пятьдесят база понятно и вот есть вот так пример считать сколько он получается миллион четыре пятьдесят примерно вот примерно да и так по левом борту огромный рундук кстати алюминий идут усилители нормальные замки комиксы все что нужно для рундука большой вместительный можно бросить 20 литров топлива должны больше швартовые канаты тряпки инструмент доп транец и тропик телескопический тропик на правом кренолине пошли внутрь дверь очень удобно функционально этот бортик отделяет от попадания воды внутрь в кокпит палуба низкая могу сказать потолок высокий то есть я здесь стою со своим ростом метр семьдесят шесть у меня еще на сантиметр четыре остается сантиметров пять достаточно комфортно реально высокая штука кстати многие задают вопрос что лодка валка это не только эта лодка валка или какая-то другая просто высокая кабина высокий борт высокий центр тяжести создают как раз вот эту валкость нормально для принципе такого класса лодок чтобы это компенсировать используются плиты трансовые плиты на ходу можно использовать трансовые плиты и интерцепторы это то ведь те вещи про которые мы уже рассказывали те кто не хочет заморачиваться вручную могут поставить себе специальная блок автоматического крена выравнивание так называемого лодки и тогда плиты будут работать по автоматическому режиме что здесь внутри два сидения насколько я вижу fish pro два больших дивана в варных то есть это силовая конструкция здесь есть отверстие для того чтобы установить некие дуги и устроить лежанку но здесь в принципе по ширине ну так под два метра если не больше на самом деле и я предполагаю что как раз вот этих подушки которые здесь о как раз достаточно удобно опять же палочки пристегнуты за спинками и вот это все выкладывается вот в такую вот лежанку диванчик можно переночевать два главных светильника светодиодных два люка моторчики стеклоочистители то что то я вижу опять же повторюсь два сидения причем съемный можно их снять ну и консоль пилота консоль пассажира здесь фирменный знак от компании салют real craft вот такие вот липучки держит кстати хорошо в чем в очередной раз замечаем такая смешная конструкция но на самом деле держит хорошо кантики все это и есть большой рундучок установлен отопитель автономный маркировка w это вебаста значит здесь установлена вебаста здесь дефлектора как раз идут на стекло с левой стороны права и здесь у слева страны поселился лего человечек наверное это амулет на этой лодке даже сверху существуют полочки для того чтобы можно было бы что-нибудь положить стекла прямые во первых сюда можно поставить форточки это понятно дополнительные деньги осмотрел на калькуляторе на сайте и в общем можно сделать занавески чтобы не были как будто бы в аквариуме хотя вот сегодня на улице 32 и жесткое солнце ну вот здесь например не жарко пока стоишь но опять же открыта передняя дверь штурвал гидравлическое управление и холод здесь можно поставить рацию музыкальная установка отопитель и баста металлическая алюминиевая консоль вы приборы телеметрии прибора контроля плюс установка ребятки штокер на носовом треугольнике батареи клавиш ребята уже перешли от автомобильных клавиш к нормальным влагозащитным в общем-то это здорово парни растут причем самое главное хочу отметить еще в плане дизайна например да то есть вот эти вот накладки аккуратненькие то есть вот здесь вот все эти накладочки из кожзам или там винил кожи не знаю что туда то есть вот какой материал ребят применяют вот здесь рундук подрулька нет не подрулька здесь просто некий рундук в котором можно чего-то положить шайбы цветочки акации и что-то еще пульт дистанционного управления дальше здесь идет дверца перегородку такая вот замочком автоматическим некий люк сверху прикрывает все это хозяйство а по так раз об раз ну второй человек абсолютно нормально вылезает в принципе немножко может мешаться двери если у человека длинные ноги но в целом я думаю что нормально отщелкнули прищелкнули все хорошо нормально ну и передняя палуба есть рундучок крышка алюминиевая уплотнитель всевозможные опять же липучки фирменная компания real craft salute и здесь швартовые канаты лежат какие-то можно швартоваться две швартовые утки из алюминия сделаны рейлинги лебедка роуз трапик смотрю что здесь есть фрезерованное отверстие под слив воды с передней палубы ну в общем передним палом на самом деле сама отливная потому что посмотрел снаружи стоят нормальные шпигата вентиляционные решетки все что нужно в принципе в прогулочной кабинной лодки где могут поместиться абсолютно спокойно по мне так компактно три человека а спокойно два человека могут поместиться дойти где-то на рыбалку отдохнуть покататься семьей крыша плоская установлена под установку пластикового бокса большого и в принципе можно сюда поместить еще опять же дополнительный багаж если не хватает места в рундуках в кокпите в кабине вот как раз забыл показать про большущие рундуки которые идут в кабине такие симметричные и вот здесь вот всевозможные вещи скарб человека стульчик уголь жилеты сапоги какие-то вещи плитка все что нужно вот как раз для скарба вот фактически живая лодка для путешествий очень жалко то что мы сейчас на ней не покатались честно говоря печально потому что хотел бы погонять посмотреть как она идет как она рулится как она кренится и прилипает к воде на ветру подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы в комментариях я считаю что это одна из популярнейших лодок в российской федерации и она будет востребована водномоторников путешественников как и другие лодки в этом же сегменте в свете выхода у крупных верфей лодок 6 метров появление викторе модели а6 убив от появления модели 600 коп может впоследствии 600 кабин в целом такого формата очень классно очень интересный